То, что поведаю сейчас, со мной случилось много лет назад. Но и теперь я вижу ясно, как наяву. Была зима, февраль, период фэшн-дней в Милане. Я, как обычно, время проводила на выставке, клиентов череда, звенящий телефон, раз в час кафе Макьято, потом метро, в вечерний ресторан, бегом поспать и новый день ударного труда. В ту ночь легла в Милане я, а вот проснулась в диких джунглях доисторической красы. Я думаю, что это Амазония могла бы быть, но солнце там не так светило. Оно совсем не заходило и не палило. И свет был нежный, розовый скорее, как перьё фламинго. Тропическая, райская земля. Там не было зимы и ни ночи. А я имела тело малазики с прекрасными густыми волосами, как смола. Вокруг по зарослям в едином устремлении бежали люди, как и я, ноги, красивые и с длинными по пояс волосами. Я выпала из сна, очнувшись на квадрате простыней, и потрясению не знала я конца. Была я не уверена, что этот мир и есть мой мир. Себе была чужая я. Минутой позже я попала всё в тот же сон. В стремительном порыве бежали все. Я поняла, что этот марафон длиною в жизнь, в надежде отыскать, найти какой-то смысл. И в тот же миг я бросилась за ними. Не сясь по зарослям, охваченная страстью, не чувствуя ни боли от ударов, грубых прутьев, предысторических растений, ни жажды. Но, может, мы не пили и, кажется, не ели даже. Там всё слилось в едином устремлении найти. И, о мой Бог, раздвинув толстые листы лиан, я в изумлении вскрикнула. Она! Она была богиня-великан. Не только великан. Она черна, как негр. Вся благородство, совершенство божественно. Но линии лица прекрасной белой женщины светились её глаза любовью. И любовью светился воздух и всех людей сердца. Она была невиданно красива. Гармония во всех чертах, движениях, плавных рук. И тело той богини обнажённой, оно сечение золотое. И издавало аромат, иль прану. Вдыхая рядом, находясь для нас, простых и смертных, было жизнью. Она сидела на помосте и древние леса, гиганты, ей доходили до плечей. Застыла я от изумления и ликования, что не зря прожила жизнь. Нашла я Бога, и отныне в самадхе буду проводить ежесекундное это воплощение. И в обожании и внимании скользила по лику совершенства, и тяжести каскады волосам черней смолы, что обнажал её фигуры совершенства. Она была и смыслом, и блаженством. Народ в безумстве ликования бросался под помост, где восседала Дея. Там океан живой боролся за привилегию нести её. Где я? Я снова в четырёх квадратных стенах и ночь Милана. За что мне это? Прочь из мира чёрного обмана. И вот уже парю я в небесах не облачко, и зеленью лесов бескрайних наслаждаюсь и ни единой речки, ни озера вокруг, один лишь джунглей океан. И вдруг, о Дио, о мой Бог, я вижу вдруг богинь, богов, все чёрные фигуры совершенства, о лике, несказанное блаженство. По пояс джунгли доходили им, и осторожно шли они по лесу, ступая медленно, касаясь облаков. Открылось мне, что было их или девять, или одиннадцать на всей земле богинь богов. Стояла я у чёрного окна, Милан тонул в ночи, поблескивали холодом огни. У зеркала я красила впервые такое незнакомое лицо. Метро. Метро. Как грубо и уныло глотаешь ты бездушных наглецов. У них есть всё. Бумажники, айфоны, одежда, дом. Но главного здесь нет. Здесь не было и никогда не будет любви. Всепоглощающий. Нам как-то говорили, Бог есть любовь. Но звук пустой забыли мы, живя вдали от любящих богов. Ещё нам говорили, что боги здесь ходили среди людей. Наверное. Но, пожалуй, это сказки были для детей. А позже мне подруга сообщила, что сняли аватар. Захватчикам известны все сюжеты моей планеты. Вот только были боги не зелёные длиннющие лягушки, как режиссёр создал, а совершенство бесконечного блаженства в обличии чёрных тел. Та ночь меня навеки изменила. Я часто вижу нашу рабскую реальность глазами той далёкой малазийки, без скандалов, без ус материальных. Нас страсть о божестве гнала под джунглем, и не было нужды ни в чём. Одно желание рядом быть с любимым, любящим, торжественным созданием. И ужас, что его ты не найдёшь и так умрёшь. Блаженство ищущим, кто Бога находили.